В Эмиратах дожили машины такси, сплошные Феррари и Ламборгини. И пока в Украине свергают Ленина, то в России валят Стива Джобса. Смотрите обо всем этом в нашем обзоре. В Санкт-Петербурге демонтировали памятник Стиву Джобсу. Это произошло после того, как нынешний глава корпорации Apple, Тим Кук, признался, что он гей. В России посчитали, теперь статуя айфона пропаганда гомосексуализма. Памятник убрали по инициативе главы корпорации Западноевропейский финансовый союз Максима Долгополова. Он же призвал россиян отказаться от гаджетов Apple. В Германии похитили ворота концлагеря Дахау со знаменитой надписью «Arbeit Macht Frey», то есть «Труд освобождает». Полиция подозревает кражи – дело рук неонацистов или коллекционеров. В Германии преступление уже назвали позором. Дахау – один из первых концентрационных лагерей в Германии, и один из самых ужасных. В нем нацисты проводили медицинские эксперименты над людьми. В Северной Корее мода есть. В этом убедился фотокор из Сингапура Арам Пан. Получив беспрецедентное разрешение от НИДа закрытой страны, фотокор снял дефиле в Пхеньяне. Оказалось, местным красавицам разрешено надевать яркие одежды и носить брюки. А еще показ в Пхеньяне проводят регулярно, и это уже 12-я выставка мод. Если мужской гардероб в Северной Корее не меняется, то женская одежда становится более смелой, отметил фотокор. Стрижку для смельчаков предлагают во Вьетнаме. Местный парикмахер Гоэн Хуан Хун создает прически с помощью длинного японского меча катана. Орудует им вместо ножниц. Долгое время мастер тренировался на бесстрашных клиентах с длинными волосами. Только теперь рискнул подстригать короткие волосы. Все клиенты Хуна довольны. Никто не пострадал. Австралийка Амина Харт влюбилась в донора спермы. В 42 женщина стала матерью с помощью искусственного оплодотворения. У Харт родилась дочь. Позже она захотела узнать, кто отец ребенка. Предполагаемого донора вычислила в интернете. С фермером Скоттом Андерсоном у Харт завязался роман. Ради новой пассии мужчина даже расстался со своей нынешней возлюбленной. Бесплатно прокатиться на Ламборгини, Роллс-Ройсе или Феррари можно будет в Объединенных Арабских Эмиратах. С середины ноября в Дубае будет работать бесплатная служба такси, в автопарке которой исключительно дорогущие родстеры. Акция временная. Но закупка элитных спорткаров для нужд полиции, скорой помощи или же пожарной службы в Эмиратах – обычная практика.